Продолжаем разговор. Иван Яковин и Радио НВ в первой части рассказывал о том, как американские спецслужбы, европейские спецслужбы предупредили о готовящихся в Москве терактах. Они сказали, что это некие экстремисты готовят теракты, но на мой взгляд речь идет, конечно, о активности российских спецслужб, которые хотят взбодрить, скажем так, российское население перед так называемыми выборами президента, как Владимир Путин уже делал. Он, собственно, таким образом пришел к власти в 99-м году. Ну и мы подошли к тому, что сейчас в своих планах Владимир Путин, помимо всего прочего, рассчитывает очень сильно на Дональда Трампа. А у Трампа свои планы. Что за планы? Смотрите. На мой взгляд, у Трампа насчет Украины достаточно циничная стратегия действия. Заключается она вот в чем. Всеми силами он сейчас будет мешать, потому что сейчас уже мешает выделение Украине американских денег и оружия. Он будет делать все, чтобы это оружие и деньги не поступили в Украину. Чтобы Украина к концу текущего года оказалась в отчаянном положении под ударами российской армии. В первой части рассказывал то, что Путин сейчас в 24-м году обязательно будет наращивать интенсивность этих ударов по Украине. Так вот, Трамп хочет, чтобы, да, чтобы Украины были очень серьезные проблемы к концу года, чтобы российские войска продвинулись как можно дальше вглубь украинской территории. Для чего это нужно Трампу? Для того, чтобы показать всему миру и, в первую очередь, американским избирателям, что Байденовский проект помощи Украине полностью провалился. Что ранее выделенная американцами под руководством Байдена помощь оказалась бесполезной. Что Украина никак не сумела воспользоваться этой помощью и что Байден поставлял в Украину не то и не в том количестве, не так и так далее. Трамп хочет, чтобы Байден не смог оформить главное достижение своего четырехлетнего президентства победу над Владимиром Путиным. Чтобы Байден не смог победить в войне, хоть и опосредованно. Вот это для Трампа очень важно. И Трамп надеется, в том числе за счет этого поражения, унижения Байдена стать президентом. То есть победить на выборах в ноябре текущего года. А дальше вот что. Если Трамп побеждает на выборах, он скажет Путину и Зеленскому. Так, останавливайте боевые действия вот сегодня на том месте, где вы сейчас стоите, где сейчас стоят ваши войска. Прямо вот здесь и пройдет граница. И у Трампа план такой, что если Украина отказывается признать за Россией оккупированной территории, то Украина не получит вообще никакой помощи, страны НАТО не получат никакой помощи. В общем, Россия сможет делать все, что захочет, как Трамп, кстати, недавно говорил в одной из своих речей. Если же Россия отказывается от перемирия или прекращения огня, то тогда по плану Трампа Украина получит все виды оружия, какие угодно, даже кроватые ракеты, даже истребители. И, в общем, Украина дальше пускай себе воюет. План звучит вроде прикольно, но на самом деле он наивный, да просто на грани безумия. Во-первых, никакой украинский президент никогда в жизни не откажется от возвращения ныне оккупированных территорий. Такой украинский президент просто в тот же день перестанет быть украинским президентом. Это во-первых. Во-вторых, если российские войска действительно глубоко продвинутся вглубь украинской территории, как, собственно, предполагает Трамповский план, то Путин и не подумает останавливаться на достигнутом. С какого вообще перепора? В ответ на отправку американского оружия он может пригрозить аннексии стран Балтии, может пригрозить нанесением ядерного удара по Польше и так далее. То есть Трамп человек, он, конечно, такой борзый, наглый, но в то же время трусливый. Он не станет рисковать своей собственной жизнью ради спасения, там, не знаю, эстонцев или украинцев, или поляков даже. Плевать он на них на всех хотел. Он, конечно, прогнется под Путина, скажет, ладно, ладно, давай договоримся, и там, вот я тебе даю Украину и там страны Балтии, а ты прекращаешь. Собственно, Путин, но только этого и надо. Поэтому Трамповский план изначально смысла не имеет. Он строится на том, что с Путиным можно договориться, что это рациональный игрок. И Трамп не понимает, что у российского вождя, в принципе, уже сейчас, на нынешнем этапе, нет опции просто закончить войну. Он будет воевать до тех пор, пока не достигнет своей фундаментальной цели, которую он обозначил в своем ультиматуме странам Запада в 2021 году. То есть Путин хочет добиться отмены геополитических итогов, фундаментальных итогов холодной войны, а также восстановление Советского Союза в как можно более полном виде и объеме. Вот до этих пор Путин и будет воевать. Ну, либо пока он не умрет. Что, наверное, было бы лучшим самым исходом для всего мира. Ну, Трамп же, знаете как, он нарцисс с манией величия. Он даже не допускает мысли о том, что его план никуда не годится. Он считает, ну, как бы план-то разумный. Почему кто-то от него откажется? Да не откажется. Тем более с Путиным, как он полагает, у него хорошие отношения. С Зеленским, как он полагает, у него тоже неплохие отношения. Поэтому, типа того, что и план нормальный, и сойдет, и нормально все будет. В Вашингтоне, конечно, весь истеблишмент, американский, все генералы, все дипломаты, все политики, в ужасе, депутаты в том числе, в ужасе от этих планов. Но сейчас у Трампа в руках все рычаги для того, чтобы начать свой этот план реализовывать и заблокировать американскую помощь украинцам. С основного он это уже делает сейчас. И дело настолько серьезное, настолько угрожающее для Европы и даже для Америки, для всего мира, что Джозефа Байдена в своем обращении ежегодном к парламенту и к нации о положении в стране, так называемой State of the Union, начал просто свое выступление с украинской тематики. Он сказал, что мы не отступим, мы не сдадимся, мы будем бороться, мы не прогнемся, никто нам ничего не сделает, Путин не победит и так далее. Я ему верю, что он действительно будет бороться и не прогибаться. Проблема в другом. Дело сейчас все идет к тому, что вот эти смелые, несгибаемые американцы под руководством Байдена просто ничего не смогут сделать, потому что у них, так сказать, Трамп напихал он палок в колеса. Вот. Все блокирует. Ничего не дает сделать. Единственная надежда, на мой взгляд, на какие-то изменения, это апеллировать уже не к Трампу, а к его, так сказать, марионетке, к его шестерке, нынешнему спикеру Нижней Палаты Парламента, Палаты представителей, Майку Джонсону, который, в общем, единственный человек, который может поставить на голосование вопрос о выделении помощи Украине. И там, причем в этом законопроекте не только Украину упомянуто, но и также выделение помощи Тайваню и Израилю. Сейчас Джонсон слушается Трампа и не выносит на голосование своей палаты этот законопроект, тем самым блокируя принятие выделения помощи Украине. Но сопротивляться напору истеблишмента американского молодому относительно политику и относительно неопытному политику Джонсону, у которого нет сети своих сторонников еще в Вашингтоне, то есть он, на самом деле, достаточно случайно стал спикером парламента, ему, в общем-то, все сложнее сдерживать этот напор. Почему? Потому что колоббированию сейчас выделения помощи Украине, Израилю и Тайваню, колоббированию этого законопроекта подключается могущественная очень в США оружейная лобби, то есть производители вооружения. Они говорят, что нам этот законопроект нужен, у нас фабрики простаивают, нам нужны инвестиции, нам нужны деньги, нам нужно платить зарплаты рабочим. Плюс многие эти оружейные заводы, они находятся в Южных Штатах, в Штатах республиканцев, и принятие этого законопроекта, в общем, очень позитивно повлияет на занятость, например, в этих Штатах. То есть даже среди республиканцев, на самом деле, много желающих этот законопроект принять. То есть оружейное лобби, которое видит уже перед собой несколько десятков, там больше ста, на самом деле, миллиардов долларов, в общем пакете не только Украина, но если брать с Тайванем и с Израилем, то есть это оружейное лобби, конечно, так просто от этих денег не откажется. Оно будет долбить, пилить и требовать принятия этого законопроекта. Плюс еще вот даже министр обороны США Ллойд Остин заявил, что срочно необходимо расширять американцам производственные мощности военно-промышленного комплекса. То есть они увидели, что по многим направлениям у них узкие места, где нет возможности производить боеприпасы, например, для 155-мм орудий в нужных количествах. Ну просто нет, не было такой нужды раньше, а сейчас вот она появилась, и ничего сделать быстро нельзя. Поэтому шеф Пентагона говорит, нам нужно быстро-быстро вкладывать деньги и инвестировать деньги в развитие этих заводов, потому что иначе мы окажемся с голой задницей, если, например, сцепимся с Китаем. Ну и это первое, то есть оружейное лобби работает очень активно, и Пентагон работает в этом направлении. Плюс к этому процессу подключилась лобби израильская, которая тоже достаточно сильно заинтересована в принятии этого закона проекта. Дело в том, что в этом законе, там, по-моему, 16 миллиардов долларов предназначено на бомбы и ракеты для военно-воздушных сил Израиля, которые сейчас в значительной части истратили свои запасы бомб и ракет, высокоточных, во время войны против движения Хамаса в секторе газа. Сейчас израильское правительство готовится к еще одной войне против ливанского движения Хазбалла шиитского, которое там запускает ракеты то и дело по Израилю. И для этой войны, естественно, опять же, нужны эти бомбы и ракеты для авиации. Хазбалла, причем, намного сильнее Хамаса, как считается, по крайней мере, поэтому оружие, бомб, ракет нужно больше. И израильский премьер-министр Беньямин Нетаньяху очень сильно требует, чтобы скорее приняли этот закон, потому что ему, в общем, война эта нужна. Потому что, на самом деле, я думаю, я предполагаю, ему абсолютно пофигу, как идут дела в Украине, у него своих проблем хватает. Скорее всего, он даже, кстати, сочувствует отчасти своему старому корешу Владимиру Путину. Помните, он с ним ходил в рамках забытого полка, бессмертного, извините, полка, ходил по Красной площади, там, в плакатикам каким-то. С Путиным они большие друзья. То есть, я думаю, он даже в противостоянии Украины и России сочувствует больше России. Но ради получения бомб, других боеприпасов для Израиля, люди Нетаньяху, те, кто с ними связаны, они готовы надавить и на Майка Джонсона, на спикера Конгресса, и на Дональда Трампа, да хоть на черта лысого надавят, лишь бы только не мешали выделению этих денег Украине, Тайваню и, самое главное, Израилю. Поскольку оружейные лоббисты и израильские лоббисты в Вашингтоне очень сильны, это действительно два мощных лобби, некоторая надежда на относительно скорое принятие закона о выделении денег трем этим странам, то есть Израилю, Тайваню и Украине, есть надежда. Я, честно говоря, даже немножко удивлен, что Джонсон и Трамп до сих пор сопротивляются давлению этих лоббистов, потому что это то, что ненависть Трампа к Украине оказалась сильнее, чем его же обязательства перед американскими оружейниками, перед Израилем. Это, мне кажется, близки к уникальному случаю, потому что обычно, если за дело берутся израильское лобби и лобби оружейное, то вопрос решается довольно быстро. Но тут почему-то, видите, такой затык случился. Короче, спасибо израильской армии и израильскому военно-промышленному комплексу, они сейчас лучшие друзья Украины, хотя, может быть, даже и сами не вполне об этом подозревают. Хотя, на самом деле, нет. Лучший друг Украины, конечно, это армия украинская. Более того, сейчас вооруженная сила Украины, это лучший друг и союзник всех стран Европы, особенно балтийских стран. Потому что украинские солдаты, украинские офицеры защищают сейчас буквально всю Европу от российского вторжения. В ЕС, судя по всему, я вот смотрю на события последних недель, вроде бы начинают понимать это, что действительно Украине надо помогать, потому что надо защищать не только себя и не столько себя уже даже, сколько весь европейский порядок. Потому что если Украина падет, Европе в ее нынешнем виде точно кирдык. Хана. Такие потрясения ждут Европы, которых она не испытывала со времен Второй мировой войны. В общем, меня особенно сильно радует в этом смысле то обстоятельство, что европейский военно-промышленный комплекс так медленно и печально, но все же начинает собираться силами работать на саму Европу и на Украину. Замминистр обороны Великобритании, например, на этой неделе, его зовут Джеймс Хиппи, интересная фамилия для министра обороны, замминистра обороны, анонсировал поставки снарядов в Украину, которые будут произведены в британских заводах. По словам Хиппи, первые поставки из пакета военной помощи Украине будут поставлены в период с апреля по июнь уже текущего года. То есть отгрузка снарядов начнется уже в следующем месяце. В общей сложности британцы собираются истратить около 311 миллионов долларов на изготовление снарядов для вооруженных сил Украины только. То есть они, видимо, и для себя будут делать, и для ВСУ, и делиться будут как-то. Ну, конечно, 311 миллионов долларов на снаряды, это кажется, что много, на самом деле, это, к сожалению, не много. Снаряды очень дорогие, там каждый снаряд тысяч 10 долларов, наверное, стоит, может быть, 5. Но это дорогая вещь в производстве. Но, тем не менее, знаете, лучше, чем ничего. В любом случае, спасибо и за это. Раньше же не было. То есть, видимо, британцы запустили какой-то завод, который будет производить. Кроме того, в минувший четверг Великобритания, то есть вчера, объявила о выделении еще 416 миллионов долларов на производство и обеспечение украинских военнослужащих передовыми беспилотными летательными аппаратами в течение текущего 24-го года. Сообщается, что их будет не так, чтобы сильно много, несколько десятков тысяч, хотя это тоже, в общем, неплохо. Но главное, что эти, с моей точки зрения, главное, то, что эти беспилотники британские будут военными, военными именно дронами, не гражданскими. Потому что сейчас, как правило, используются на войне в качестве разведчиков и ударных беспилотников гражданские, спортивные, развлекательные, даже вот эти мавики и фпв-дроны, они работу делают свою, но они, в общем, дроны не военного образца. Это, знаете, как идти в атаку, в бой с охотничьим ружьем, с двухстволкой какой-то. Он, конечно, стреляет, можно даже убить кого-то, но это не автомат, оно не предназначено для войны, оно для других целей годится, изначально делают. А вот то, что дают британцы вот эти дроны, это уже автомат, это уже реально дрон, который быстрый, мощный, защищенный от помех. Он дороже, конечно, чем обычный дрон, чем-то, который там в магазине можно купить, но оно того стоит. То есть этот дрон гораздо более эффективный в использовании, чем обычный какой-нибудь Mavic. Ну, аналогичные дроны, то есть тоже военные, обещают выделить Украине немцы, французы, тоже они занялись производством дронов, молодцы. Я бы читал, что какие-то японские линии по производству дронов, ну, знаете, японцы, они же в плане роботов, они всегда были очень крутые, если они впереди планеты всей, то близко к тому. Ну, так вот, японцы сделали каких-то промышленных роботов, которые делают роботов уже военных, и вроде как Европа этих роботов закупила и пустила линии по производству дронов у себя где-то там на территории Европы. Это очень правильно, потому что у европейцев до начала текущей войны у них было же ноль дронов, по сути дела. Ну, были какие-то там где-то у спецназа, там несколько дронов где-то в загашнике лежали, а дроны фактически, особенно ФПВ, стали, ну, как бы самым массовым средством поражения сейчас. И сейчас европейцам, конечно, надо нагонять это отставание, и вот они этим и занимаются. И слава богу, потому что будем надеяться, что часть хотя бы произведенных дронов они будут отгружать в Украину, по крайней мере, они об этом сейчас заявляют и анонсируют. Танки, как говорится, хорошо, но дроны лучше. По крайней мере, вот сейчас мы видим на линии фронта, что танки всегда практически проигрывают прямое очное противостояние с дронами. Кстати, сейчас погода стала существенно лучше, больше солнечных дней, весна приходит потихонечку, и я говорил уже как-то, что хорошая погода это главный союзник любого дроновода, когда все видно, все хорошо издалека просматривается, не нужно включать какие-то дополнительные примочки, приблуды, чтобы обнаружить цель и так далее. То есть, а поскольку дроны сейчас, вот эти ФПВ, являются главным оружием, по сути дела, украинской армии, то дроны используются все более эффективно. То есть, эффективность украинской армии резко возрастает с увеличением солнечных ярких дней. Кстати, новый сбор на дроны я запускаю. Посмотрите, пожалуйста, десантникам будем собирать дроны, опять же, на коптеры. Если у вас есть возможность, помогите, пожалуйста, все реквизиты, как обычно, в описании к этому ролику будут. Очень нужны сейчас эти дроны, опять же, из-за того, что дней становится солнечных больше, и расход, соответственно, оружия увеличивается. Так вот, если сейчас будет много-много дронов у вооруженных сил Украины, да еще и с хорошими укреплениями, судя по сообщениям с линии фронта, сейчас копаются прям несколько линий укреплений, правда, там тоже какие-то проблемы с этим. Я не хочу углубляться в проблемы, давайте будем, так сказать, хорошим. Копают эти укрепления, слава богу, что они будут. Потому что раньше я так понял, что тебе как-то подзабили на эту тему, сейчас вспомнили очень хорошо. И если эти укрепления будут еще перед ними минные поля, да еще и с артиллерийскими снарядами британскими или какими-то еще, то оборону такую сломать будет очень тяжело, если вообще возможно. То есть, вроде бы, как бы, строительство обороны идет в нужном направлении. Я не хочу, как бы, слишком уж приукрашивать ситуацию, но вроде бы есть позитивные, так сказать, новости в этом смысле. Чехия, насчет снарядов, кстати, хорошие новости тоже есть. Чехия объявила на этой неделе, что ей, спасибо чешскому президенту, Петру Павелу в первую очередь, который, как бы, занимался этой темой, и ему, его людям удалось собрать средства для закупки 500 155-мм снарядов артиллерийских и 300 122-мм снарядов для Украины. Где именно они, я так понял, что они в разных странах, чуть ли не третьего мира нашли эти снаряды, и потом ездили по странам Европы, собирали деньги на выкуп этих снарядов, и вот на той неделе сообщили, что выкупили они это все. И в сборе денег, по данным чехов, приняли участие 18 стран Европейского Союза. Спасибо им большое за это. 800 тысяч снарядов, это, ну, немало, я бы, наверное, это на полгода стрельбы. Может быть, даже побольше, может и меньше. Я не настолько сильно... Ну, это, короче, на несколько месяцев точно хватит. Пока вот не начнут производиться снаряды, там, в той же Великобритании, в Германии и других европейских странах, вот прям хорошо, очень хорошо. Не так уж и мало. Но, что еще лучше, вот помимо приезда этих снарядов, это то, что начинает разворачиваться ВПК европейский, вот производство увеличивается. Вот Рейн Металл производит, немецкая компания Рейн Металл, вроде как производит снарядов уже больше, чем все американские заводы вместе взятые. Пока в Америке, видите, там идут политические всякие столкновения, Европа неожиданно начала действовать. Причем сейчас активно обсуждается вариант и вероятность резкого увеличения инвестиций в европейский ВПК, военно-промышленный комплекс. Британцы придумали сейчас схему физической конфискации российских резервов. Они типа временно будут, эти резервы, использоваться как обеспечение выплат контрибуции Украине со стороны Российской Федерации в будущем, после войны. Смысл в том, что если, когда война закончится, Россия выплатит Украине ущерб, причиненный во время войны, то эти деньги в Лондоне разблокируются, и Российская Федерация их получит. А если Россия не выплатит ущерб Украине, то и не получит этих денег. Но деньги эти просто нельзя, так сказать, забрать и передать Украине. Конфискации, как таковой, не будет, по крайней мере, юридически. Поэтому деньги эти, скорее всего, будут, замороженные деньги, будут вкладываться во что-то полезное, важное на территории Европейского Союза или Великобритании. Во что именно? Ну, в производстве, например, дронов или снарядов, бронетехники, или что-то еще такого военного. А уже потом эту продукцию, скорее всего, будут бесплатно отправлять, отгружать в Украину, таким образом оказывая ей помощь. То есть, Европейский Союз на российские деньги построит все военные заводы, потом эти заводы будут производить оружие, которое будет убивать россиян, а оставшиеся россияне потом за это оружие еще и заплатят и Европе, и Украине. Вот примерно такая схема. Ну, а поскольку решение о выплате Украине контрибуции Россия может принять только после смены власти или после военного поражения, когда отбрехаться россиянам будет очень-очень тяжело, поэтому британский план, в общем, похож на идеальный. Видимо, его возьмут за основу действий и остальные страны Запада, которые сейчас как раз очень активно думают над тем, как отобрать деньги золотовалютные резервы России, которых там больше 300 миллионов, миллиардов, извините, долларов на Западе, и эти деньги используют для помощи Украине. Знаете, до смешного доходит. Сенат нейтральный, очень мирный, гордящийся своим нейтралитетом Швейцарии, уже потребовал от правительства своей страны передать хранящиеся в Швейцарии российские резервы на модернизацию местной оборонной промышленности, которая плюс ко всему завязана на рейнметалл, на немецкий. То есть, смотрите, тут дело в чем, запахло гигантскими деньгами, причем не просто деньгами, а деньгами на халяву вот этими российскими, то есть дележом вот этого огромного кита, этой туши, которая лежит на берегу, и как бы не очень понятно было, как к ней подойти, и сейчас вроде разобрались, как к ней подойти, и вот этот вот запах пошел. Поэтому даже швейцарцы, мирные, миролюбивые и спокойные, готовы сделать исключение ради такого дела из своих принципов, и меня это, знаете, радует, потому что я, знаете, скептически отношусь к заявлениям любых политиков из любой страны мира, что они любят свободу, демократию, там, патриотизм, что они за права человека, что они там еще что-то такое, и что они готовы хоть завтра пойти в бой за свои принципы. Я таким не очень верю, если честно. Но когда, потому что, знаете, практически всегда возникают сложности, вот когда вы говорите, ну ладно, давай, раз ты такой принципиальный, давай в бой. И не идут в бой почему-то. Но когда речь идет о сотнях миллиардах долларов, о дележе сотен миллиардов долларов, то тут же, знаете, у политиков сразу появляется и политическая воля, и такие решительные действия, и все быстро, и жестко, и четко, и без лишних разговоров, тут они прям идеальными становятся. Жадность, в жадность политиков я верю очень даже, по крайней мере, верю намного сильнее, чем в их принципиальность. И вот в жадность в данном случае в кои-то веке на нашей стороне, на стороне Украины, и слава богу. Сейчас в ЕС даже начинается такое неофициальное соревнование, кто будет самым жестким и решительным в поддержке Украины. Наверное, в последнее время можно сказать, что Франция вышла на первое место, Макрон, который раньше сто раз названивал Путину с непонятными целями, видимо, окончательно обиделся на российского вождя, сейчас он там рвет и мечет, говорит, что в отношении России все позволено, Медведев, который, как я предполагаю, агент ЦРУ, отвечает, что и нам тогда все позволено в отношении Франции, то есть чуть ли не в войной Франции грозит. Ну, а Макрон на встрече с лидерами французских парламентских партий заявил, что направит войска в Украину, если российская армия сумеет прорвать украинский фронт и приблизиться к Одессе или Киеве. Вот это, я так понял, что французская красная линия, за которой последует отправка французских войск на помощь армии Украины. Он, правда, сказал, что это на крайний случай такой вариант рассматривается, и что можно помочь Украине иначе, а как именно иначе? Отобрать деньги, отобрать деньги у Путина, и передать эти деньги, видимо, инвестировать в Европе, и, соответственно, результаты этих инвестиций уже передавать Украине. Сейчас британцы, французы, немцы и, конечно, американцы все вместе очень сильно давят на бельгийский депозитарий Евроклир, в котором хранится львиная доля российских золотовалютных резервов, и я думаю, максимум к лету эти деньги все-таки будут разблокированы и пойдут на обеспечение нужд украинской армии. Впрочем, я, конечно, могу ошибаться, потому что я много раз уже ошибался в своих прогнозах, но тут я хочу один документ, я ошибался в сроках реализации этих прогнозов, а в прогнозах самих, в общем-то, обычно я оказываюсь прав. Но просто позже по времени они сбываются, чем я это предполагаю. Например, в самом начале вторжения российского большого, я говорил, что без западных технологий и комплектующих произойдет обвал российской промышленности, и никого обвала долго не происходило, но сейчас он начался. Действительно, без технологий западных, без материалов западных российская промышленность, в том числе промышленность военная, очень быстро начинает загибаться. Например, вот есть такая история с производством стволов для артиллерии. Оказывается, там стволы для артиллерии производят станки, которых штук типа 20-30 во всем мире. И в России эти станки потихонечку выходят из строя, и заменить их меньше, потому что соответствующего уровня станкостроения в России уже давным-давно нет. Ну, на этой оптимистической ноте сегодня я буду заканчивать. Еще раз призываю вас пожертвовать деньги, если у вас есть такая возможность, на коптеры для украинских десантников. Все координаты их в описании к ролику, если у вас такая возможность есть, милости просим. На этой оптимистической ноте сегодня у меня все. Меня зовут Иван Яковин, это Радио НВ. Если вам было интересно, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, да приводит с вами сила. Пока-пока. Подписывайся на канал Радио НВ. Ось тут.